Я делаю то, что мне нравится. Я работал, прогрессировал в себе даже, можно так сказать. И, кстати, маленький плюсик, наверное, вахтового метода, там можно отдаться на 100%. Ничто не отвлекает, ты работаешь, работаешь, работаешь. Вообще в детстве я мечтал стать, даже не стать, а поступить в Суворовское училище. Но как-то мои папа, мама быстро меня отговорили и направили в нужное русло. Инженерная специальность, наверное, это у меня в крови от отца, поэтому и выбрал. Я окончил Кубанский политехнический университет, факультет нефти, газа и энергетики по специальности электроснабжения промышленных предприятий в 2012 году. В нашу компанию меня позвали работать в 2018 году. И приоритетная, наверное, на тот момент составляющая была это вахтовый метод работы. И да, очень хотелось посмотреть, что такое полуостров Ямал, Баваненково, Харсавей. Ну, первая моя вахта, я поехал на Баваненково. На самом деле был, наверное, шокирован масштабом просто месторождения того, что обслуживает ОВП. На тот период как раз-таки завершалась стройка в ЖК «Вторая очередь». Принимал большое участие в окончании, наверное, строительства, можно так сказать. Ну, и в ЖК «ГП-3» тоже участвовал в приемке строительства. На Баваненково я проработал два года. Поступило предложение пойти работать в город, повышение. Деятельность та же самая, только объемы добавились намного больше. Ну, и степень ответственности тоже повысилась. Суть такова – жизнеобеспечение вахтового персонала. В «Газпром-добыче на дым» я работаю шестой год. Компания за это время дала мне много всего, начиная от бесценного опыта, заканчивая, наверное, все-таки карьерным ростом. Наша компания создает условия для того, чтобы расти дальше. Она воспитывает, воспитывает специалистов, воспитывает руководителей. Мой наставник, тут даже вообще сомнений никаких нету, начальник службы – это Васин Андрей Владимирович. Учит и передает все, что он знает. Причем передает безвозмездно. Люблю готовить, ну, не то чтобы просто готовить обычную еду, обыденную. Люблю возиться с мясом. У меня, как бы, все мои семейные, все мои друзья, как бы, всегда это дело передают в мои руки. То есть, как бы, да, люблю готовить стейки, шашлыки, ребрышки, крылышки. Это, как бы, это все по мне. Ну, если я хочу побыть один, то тоже есть хобби, собственно, там, детейлингом, автодетейлингом люблю заниматься. Один, спокойно, там, различными кисточками, вплоть до каждой мелочи, там, все, протирать свой автомобиль. Могу сказать, нужно быть успешным руководителем, когда ты достаточно уделяешь времени семье, детям, жене. Это, наверное, тебя и делает нужным и хорошим руководителем. Спокойствие должно быть дома, на работе, тоже должно быть спокойствие, но в миру. Ну, конкретно к себе я еще не могу сказать, что я прям достиг профессионального успеха. Ну, пока я не могу сказать, по каким параметрам, когда достигну, тогда я скажу.